Дай почитать. Сплетняя борьба за влияние и власть. Случайно она узнает, что убиты четыре женщины, три медсестры и одна придворная дама. Подозревают ее любимую наставницу, медсестру Чон Су. Но Хён и ее новый знакомый, молодой инспектор О'Джин, думают, что это наследный принц Джан Хан. Писательницу давно интересовала жизнь и смерть этого исторического персонажа, известного больше как принц Садо, что означает тот, о ком вспоминают с великой печалью. В действительности это очень печальная история, которая осталась в памяти как одна из величайших трагедий времен правления династии Чосон 1392-1910 годы. Когда принцу было 27 лет, его по приказу отца замуровали в ящик из-под риса, и он оставался в нем до своей смерти, наступившей спустя 8 дней. Такая казнь явилась попыткой короля обойти правило, согласно которому было строго запрещено наносить вред членам королевской семьи. Историки спорят о причинах, приведших к этой печальной развязке до сих пор. Одни говорят, что наследный принц страдал от тяжелой и неизлечимой психической болезни, выражавшейся во вспышках гнева и жестокости. Другие настаивают, что он был одаренным молодым человеком и стал жертвой политического заговора. И тем не менее, никто не оспаривает того факта, что наследный принц был убийцей. В 1757 году он убил и обезглавил Евнуха Аким Хан Чхе, и это документально подтверждено. Такие исторические документы, как аналы династии Чосон и дневники королевского секретаря, а также воспоминания жены принца, свидетельствуют о том, что наследный принц убил предположительно 100 человек. Но это одна из линий детективного романа «Джун Хёр. Красный дворец». Ведь все пути во дворец окрашены кровью. Здесь будет место и сомнениям, и надеждам, и благородству, и преодолению комплексов, и верности, а главное – настоящей любви. Следует отметить высокую динамичность сюжета, неожиданные повороты, погружение в атмосферу Кореи XVIII века. К сожалению, кто убийца, я догадалась, в начале книги. Увы, 18+. Дай почитать.